После его заявления был представлен проект новой конституции, в котором значительно расширялись полномочия главы государства. Документ вызвал критику, после чего Джапаров предложил не торопиться с изменением основного закона страны, созвать конституционное совещание, но при этом отдельно провести референдум по форме правления. Андрей Токомбаев, Талас Аманбеков, 5 канал, главные итоги. На неделю Кыргызстан вместе с мировым сообществом отметил Международный день прав человека. Андрей Токомбаев побеседовал с экс-омбудсменом Турсунбеком Акуном, как об истории правозащитного движения в Кыргызстане, так и о нынешних политических событиях в стране, так как он является членом конституционного совещания. Турсунбек Акунович, в минувший четверг была такая интересная дата, 10 декабря, Международный день защиты прав человека. Может быть, в другие более спокойные годы не такое большое внимание общества к этой дате было бы привлечено, но, тем не менее, вот сейчас, когда идет обсуждение Конституции, когда сейчас такие перемены кардинальные в стране происходят, эта дата, она более еще значима для нас. Я знаю, что 10 декабря 1990 года вы стояли у истоков, вы, вернее, создали правозащитный комитет Кыргызстана. Расскажите немножко о том, как это начиналось. Ну, прежде чем перейти к этому, надо про декларацию, может, скажу, как вы думаете? Да, об истории декларации. Об истории декларации, да. Вот эта маленькая книжечка называется «Всеобщая декларация прав человека», который принят 10 декабря 1948 года. Чтобы разработать этого документа, было привлечено из всего мира 7 человек. И руководителем этой группы, разработки этой декларации, было Эленор Рузвельт, водова первого президента США Франклина Рузвельта. Вот они начали после войны 1945 года, и три года разработали эту декларацию. И из Азии никого не было. И в последний момент они вынесли этот список из Южной Кореи. Только один человек. Остальные были из Америки, три человека, а четыре человека из Европы было. Три человека из Европы, из Кореи, только из Азии, только одного человека было. Ну, здесь 30 статей, знаете, 30 статей. И вот они три года работали, и 1948 года, 10 декабря, утвердили всеобщие декларации прав человека. – Замечательно. А как Кыргызстан присоединился к этой декларации? – И Кыргызстан присоединился в 1997 году. Они ратифицировали всеобщие декларации прав человека. Это парламент Кыргызстана ратифицировал, знаете. И вот с этого момента этот документ является как-то… Мы должны выполнить, беспрекословно выполнить требования всеобщей декларации прав человека. Вот об этом кратко я хотел бы сказать истории. – Прошло с этого момента около 30 лет, уже 30 лет прошло. Трудно было выполнять этот документ? – Ну, я думал, что да. Да, это вот. И как раз вашему первому вопросу, который хотел задать. И 10 декабря 1990 года Кыргызстана до этого не было ни одной правозащитной организации, ни комитета не было. Но покойный у нас известный личность, Депардик Шеев, приехал в Москву, посетил Москву, потом, как сказать, Прибалтики. А он узнал, он тоже не знал, он тоже узнал, что о создании там создаются правозащитные комитеты, движения. Потом он приехал, после побеседов с ним, приехал в Кыргызстан, он сказал, покойный Депардик Шеев, Турсунбек, ты вот такой энергичный, защищаешь права людей, давай создавай комитет при ДТК. Вот так он предложил. И мне было это отрадно и неожиданно. И вот тот же день я собрал людей, провел пресс-конференцию, провел какую-то конференцию, и вот создал этот комитет при ДТК. И вот в работе этого комитета принимал участие там Каза Тахмата, покойный Депардик Шеев и члены демократической службы Кыргызстана. И вот с этого момента, это в истории, тот день, 10 декабря 1990 года, это первый день, который начинался работать комитет по правам человека. Уже прошло 30 лет. То есть люди, которые стояли у истоков, они занимались этим. Вы являетесь участником конституционного совещания. Расскажите, пожалуйста, вот как она проходит в контексте защиты прав человека. Ну, я думаю, что конституционный... Здесь вот всеобщая декларация прав человека, вот действующие статьи, действующие конституции, начинается с 16 статьи до 59 статьи. Это 43 статьи именно посвящено по правам человека. Основу права и свободы человека и гражданина. А вот новые редакции, которые мы разрабатываем, новые редакции, статьи начинаются с 24 по 50 статьи. Ну, там 12 статьи были сокращены или отсюда снятия. Но после 20-дневного бурного обсуждения, бурного спора были там и другие, и там ученые, юристы, правозащитники, мы полностью восстановили все эти статьи, которые соответствуют международному стандарту, стандарту Венецианской комиссии. Мы полностью восстановили. Ну, там друг друга были соединены, некоторые сняты, ну, вот такие, знаете. И поэтому мы полностью восстановили. Сейчас вот новая редакция конституции, которая глава свободы, права человека и гражданина, полностью соответствует международному требованию. То есть, да, в этом отношении этот документ, он соответствует требованию? Соответствует международному требованию, да. Были какие-то проблемы в приведении в соответствии с международным требованием? Конечно, проблемы. Вы знаете, что у нас введено пожизненное лечение свободы, а смертная казнь у нас отменена, знаете, да? Ну, во время обсуждения работы Конституционного совещания посетили нам Ахсахалы, в руках палку, хотят давать, если вы не будете водить смертную казнь, мы вас палкой будем, грубо говоря, ну, такое. И, кроме этого, приехали люди, которые прям взяли его за горло, говорят, введите смертную казнь. У нас это проблемно было. Но члены Конституционного совещания отвергли это предложение. Такое же, ну, это, знаете, это... И есть многие страны, которые введены, отменены смертной казнь. В тех странах, как сказать, преступность ниже, чем в тех странах, которые существуют в смертной казни. Поэтому зло рождает зло, добро рождает добро. Поэтому вот такие тоже были моменты, знаете. Ну, хорошо, что здравый смысл и соответствие... Да, и кроме этого... И, кроме этого, вот слово, как сказать, светское. Многие хотели, чтобы его убрать, оставить там не светский. Ну, чтобы особенно религиозные деятели и другие, они приехали, предложили, хотели обосновать. Но члены Конституционного совещания не согласились. Противоречило ли отсутствие этой формулировки декларации прав человека? Ну, декларация прав человека как раз... Основой этой декларации является светское государство. Именно светское государство. Именно светское, да. Чтобы быть нейтральной, беспредстрастной и объективной. Чтобы всем религиям относились более цивилизованно. Знаете, есть люди религиозные, есть люди нерелигиозные. Правильно же? А здесь есть свобода на религии. Свобода на вере и споведи не имеется. Иными словами, понятие светскости не противоречит религии. Да, и даже приехали представители, как сказать, из мечета приехали, представители улемов приехали. Вот они тоже сказали оставить это, некоторые оставить пункт светского. Это не мешает. Ну, даже были такие моменты, знаете. Ну, религиозные деятели даже некоторые предложили. Это тоже были такие моменты. Поэтому, знаете, эта декларация для нас будет как факель. Факель для защиты прав и свобод человека. В течение 30 лет. Вот я ношу эту книжку. Ну, вот Аскар Акаев, первый президент страны. Как-то вот эту книжку, он хотел сравнить Библию с Кураном. Ну, я не согласен, это определенно. Но этот документ является одним из первоисточников, одним из главных документов среди международных договоров и соглашений, и деклараций. Это главный документ, международный главный документ, который уже более 70 лет не изменяется. Ни один пункт, ни одно слово. Ну, кроме, как я понимаю, изучать этот очень важный и главный документ, что бы вы еще пожелали кыргызстанцам для того, чтобы у нас было торжество прав человека? Ну, вот знаете, очень хороший документ. Вот смотрите, здесь есть глава такая, которую я знаю, 21 статья есть. Знаете, каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страны непосредственно. Каждый человек имеет право управлять своей страной непосредственно. Или через посредством своих избирателей. Ну, своих свободно избранных представителей. Разумеется, в новой редакции Конституции это будет. Так же осталось. Поэтому, знаете, почему я активно веду свою жизнь, активную общественную жизнь, политическую жизнь, правозащитную жизнь? Активно. Потому что именно благодаря этой статье 21. Потому что не обязательно быть депутатом, президентом или представителем народа, а каждый человек страны имеет право управлять страной непосредственно. Имеет право. Через президентов, через депутатов. Вносить предложения, критиковать там. Вот так. А не обязательно быть там избранных представителей. То есть, иными словами, ваше пожелание, оставаясь каждый на своем месте, мы должны... Принимать участие в управлении своей страной. Вправе и должны участвовать в управлении страной. Это великая статья, 21 статья Декларации. Поэтому вот это... Вот смотрите, это... Каждый человек имеет право на отдых и доступ. Это тоже прекрасная статья. Каждый человек имеет право на гражданство. Тоже это имеет право... У нас тоже, конечно, была большая дискуссия по гражданству. Двойное гражданство, одно гражданство, знаете... Разумеется, это очень серьезный вопрос. Но, в общем-то, это пожелание, оно должно, наверное, запомниться и быть руководящим в жизни каждой сферы и каждого гражданина нашей страны. Тем более вот это... Сейчас вот 10 декабря, 10 декабря весь мир празднует. Именно отмечает важность этой маленькой книжки, декларации. Потому что благодаря этой маленькой декларации, на маленькой книжке, мир держится. Не нарушая права. Да, мир держится. Какой-то... Ну, конечно, есть ушемление прав очень много. Убивает там сколько... Пытки и другие. Но в любом случае, благодаря этого документа, многие страны, руководители, все равно они, как сказать, смотрят на этот документ. И постараются выполнить. Огромное вам спасибо за интересный содержательный разговор. И успехов вам в работе Конституционного совещания. Вам тоже спасибо. Спасибо. Спасибо.